Годовщину Великой Победы отмечали не только в больших городах. Песни Великой Отечественной со сцены звучали даже в совсем небольших населенных пунктах. Например, в СНТ Московское море Конаковского района, перед жителями которого накануне праздника выступили столичные артисты. Оркестр, играющий песни военных лет, полевая кухня, выставка оружия и амуниции. Все это можно было увидеть 8 мая на улицах товарищества Московское море. Естественно, мужчин больше всего привлекал возможность подержать в руках настоящие автоматы времен Великой Отечественной. Особенно оружие можно потрогать, посмотреть, пощупать и ощутить ту эпоху, как люди воевали. Как это было тяжело, оно реально тяжелое. Но мы молодцы, мы его видели. На представителей подрастающего поколения не меньшее впечатление произвела еще и гречневая каша, сваренная в самой настоящей армейской полевой кухне. Праздник отличный, все организовано замечательно. Очень вкусно, это было даже неожиданно, поэтому я даже еще раз съем. Главной частью праздника стал концерт, в ходе которого столичные артисты исполнили песни, которые хорошо знакомы каждому жителю нашей страны. У незнакомого поселка на безымянной высоте... Перед началом концерта с наступающим праздником земляков поздравил глава Новозавидовского поселка Дмитрий Синягин. Безусловно, самое главное, это крепкого-крепкого здоровья нашим ветеранам и мирного неба над головой. С наступающим праздником! Этот праздник не только дань нашим отцам и дедам, победившим нацизм. Это еще и своеобразный тимбилдинг, отмечают руководители товарищества. Чтобы была возможность у людей познакомиться друг с другом. Вы представляете, 200 домовладений, это человек 500, 600, может быть и по тысячу со всеми родственниками. И вот это как раз то, что бы мы хотели сегодня достичь, чтобы люди познакомились получше друг с другом. Праздник в этот день удался. Так что, расходясь по домам, члены товарищества отметили, что подобные встречи надо сделать доброй традицией.